Ливеркуль вышел в финал Лиги Чемпионов в футбол-спорт. Англичане разгромили Барселону, забив четыре безответных мяча. 1. 1. Барселона потерпела крупнейшее в своей истории поражение. Ответный матч полуфинала Лиги Чемпионов прошел на легендарном энфилде, который встретил свою команду многотысячным пением. Ливеркуль с первых же минут пошел в атаку и уже в дебюте забил не без помощи защитников Барселоны, отличился нападающий Дивакареги. Во втором тайме дубль оформил вышедший на замену полузащитник Жоржиню Вейналгдум, а прикончил синий гранатовый в сету Джареги, который забил после детской ошибки игроков Барсы при розыгрыше углового. 4-2.0, счет в этой встрече, 4-3, счет в двухмочевом противостоянии этих команд. Для каталонского клуба это поражение стало крупнейшим в истории. 2. 2. В первой встрече каталонский клуб разгромил англичан. В первом матче полуфинального противостояния Барселона разгромила соперника со счетом 3-2.0. Счет во встрече открыл бывший нападающий Ливеркуля Луис Суарес. Во втором тайме англичане больше атаковали, но забивал Леонель Месси. В последней четверти матча капитан Барселоны отличился дублем. Сначала с пары метров забил в пустые ворота, затем идеально исполнил штрафной. Для Месси гол стал шестисотым за Барселону. Таким образом, Барселона во втором сезоне подряд вылетает из главного клубного турнира Европы. Несмотря на победы, в прошлом году каталонцев выбила итальянская Рома, которая после гостевого поражения со счетом 1-4 забила Барселоне три безответных гола на своем поле. 3.3. Ливерпуль перед ответной игрой потерял двух нападающих. За два дня до ответного матча один из лидеров Ливерпуля, нападающий Мохаммед Салах, получил удар в голову в матче 37-го тура чемпионата Англии против Ньюкасл Юнайтед и покинул поле на носилках. У форварда было диагностировано сотрясение мозга, и врачи запретили ему выходить на поле в ближайшее время. Главный тренер Ливерпуля Эрген Клоп перед матчем заявил, что потери для команды существенно, но выигрывать все-таки надо. Сам Салах появился на стадионе в майке с надписью «Никогда не сдавайся». Место на скамейке запасных также занял форвард Роберто Фермино, который тоже пропускал встречу из-за травмы. Игроки Барселоны, напротив, получили отдых в последнем матче «Премьеры против Сельты». В запасе остались и Суарис, и Месси. 4. 4. Капитан Ливерпуля назвал этот вечер главным в своей карьере. «Мои парни – чертовы монстры. Это невероятно. Можете оштрафовать меня, но более литературных слов я не найду», – заявил на радостях после матча тренер Ливерпуля Эрген Клоп и выругался. Впрочем, упрекать его вряд ли кто-то станет. Его команда совершила исторический камбэк и снова вышла в финал Лиги Чемпионов. Игроки тоже не сдерживали и эмоций, и вместе с фанатами пели. А капитан Джордан Хендерсон назвал эту ночь главной в карьере. «Невероятно, ведь не так много было тех, кто верил в нас. Но мы знали, что все возможно. Мы знали, что можем сделать что-то особенное на Энфилде. С ним соглашался и защитник Эндрю Робертсон. Господи, что у нас за команда? Многие списали нас со счетов, но в раздевалке все верили, что у нас получится». 5. 5. Ливерпуль выходит в финал Лиги Чемпионов второй сезон подряд. В прошлом сезоне английский клуб встречался в финале с Мадридским Реалом и проиграл ему со счетом 1 к 3. Ливерпуль стал вторым английским клубом после Манчестер Юнайтед, которому удалось выйти в финал два раза подряд и третьим в истории Лиги Чемпионов, которому удалось преодолеть полуфинальную стадию после крупного поражения в первой встрече. Теперь Ливерпулю предстоит встретиться с победителем пары Аякс – Таттингем. В последний раз англичане завоевали трофей в 2005 году, обыграв Милан. Тогда Ливерпуль также отыгрался после разгромного счета и выиграл в серии пенальти. Субтитры создавал DimaTorzok